Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжелею. Ну, сегодня мое видео будет о разном. Я хочу показать свои новинки, которые у меня появились. И потом у меня уже перестановка тоже. Я уже готовлюсь. Ветер уже в последний месяц уже остался. И цветочки будут уже переезжать у меня уже. Ну, начнем сразу с новиночек. Я вам сейчас покажу. Это у меня подарочек. Вот такие новинки. Это фикус такой красивый. Софт называется Starlight. Очень красивые листья. Я их, конечно, уже пересадила в горшочки другие. И вот такая вот шифлера. С такими листочками. Ну, если вот шифлера с зелеными листьями, она переносит такой, как бы, ну, не совсем полутень, но полутень, в принципе, переносит, да? А вот эта шифлера с такими листьями, она требует солнышка. Если солнца хватать не будет, у нее вот это вот пропадет, то есть барригатность вот этого. То есть, вот, чем больше солнца, тем листьями у нее вот такие становятся. Ну, и также фикус тоже ему требуется больше. Больше света. Я рада, конечно. И сейчас я покажу вам еще розмарин. Розмарин у меня на улице находится еще пока. Вот такие новинки. Кстати, вот если уже речь зашла о фикусе, я просто хочу показать. Я, кто знает, я брала реанимацию вот такого дерева. Фикус очень взрослый. Он был в таком состоянии, что его просто выкинуть хотели уже. Вот видите, я заметила, что уже пошел рост. Пошел рост, я вижу. Но я вот не знаю, только вот здесь вот почки проснутся у него или нет. Ну, дерево живое. И вот здесь вот я вижу рост пошел. Вот какая-то такая мелочь, да, но я это замечаю, потому что я за ним слежу. Ну, у меня здесь опять перестановка. То есть у меня перестановка, конечно, я плохо пускаю с места на место, потому что уже, я уже сказала, что у нас сегодня уже август. И солнце уже меняет свое направление, меняет расположение свое. И вода и солнце уже как-то по-другому. Я эту полку уже разводнула. Это, как вы видите, и освещение. Я уже во второй половине дня включаю свет дополнительный, чтобы было светло растением. Потому что они все требуют хорошего освещения. Это сказывается на хорошем росте и на внешний вид тоже растения. Ну, уже кто смотрит мой канал очень давно, знаете, что у меня и земное растение, в принципе, и цветут некоторые. То есть они у меня в спячку не будут поповыми. И вот еще как раз вот филадендрон показать хочу вам. Гитара видна. Вы посмотрите, он как разросся. Выпускает новые листики. Очень эффектно смотрится. Мне прям нравится. Мне, конечно, хотелось бы вообще расширить коррекцию филадендронов. Но пока места, места нет вообще. Неугомонная крассандра продолжает свисти. Она просто, вот видите, у нее аж ветви-то наклонились. Потому что очень много бутонов просто вообще. Конечно, красотка. И здесь вот кайродендрон угандийский тоже веселенький стоит. Мне он нравится. Он такой миленький вообще. А денимы у меня дома, потому что у нас ночью все равно уже опускается. Ну, плюс 18 градусов. Ну, снова это прохладно. И они у меня уже будут стоять здесь. Они у меня, конечно, бурно цвели. Вот у меня, кстати, вот сейчас вот этот сорт цветет. Красивый. И, кстати, я вот делала же прививочку. Вот смотрите, прививочка у меня. Видите? Идет рост. Все прижилась прививочка. Я пакетики сняла. Но пока вот это разматывать не буду. Я хочу, чтобы она хорошо срослась. Ну, и здесь же семена вот у меня зреют еще вот на этом сорте адениум. То есть в этом году у нас пополнение будет. Вот такие рожки нарастили мы. Сколько там семян будет, конечно, я не знаю. Думаю, что много. Ну, сейчас продолжим видео на улице. Я вам покажу розмарин. И по просьбе у нее просили просто показать свои кофейные деревца. Ну, вот шла на улицу и не могла мимо пройти. Вот посмотрите, что творится с абутилоном. Он у меня обильно так цветет. И это можно сказать с весны. Вот он немножко перестает и заново начинает опять. И у него там немерено просто бутонов. Вот вообще вот красота просто неописуемая. Да еще цвет такой, знаете, он прям солнечный. Настроение поднимает. Ну, и розовый тоже не отстает. Он тоже очень нежно смотрится. Цветочки крупные у него. В общем, абутилон, могу сказать, очень красивое, эффектное растение. Цветущее. Ну, вот такой у меня розмарин появился. Это у меня тоже подарочек такой вот. Вместе с Виттисом из Шеклера. Потому что у меня был розмарин, если кто помнит. Но он у меня не пережил именно зиму. Зиму он не пережил. Ну, постараюсь, чтобы этот хранить. Это вот кофейные мои деревься. Ну, вот они все развиваются по-разному. Хотя уход один и тот же. Видите, какая огромная пушистая. А вот этот вот он тоже вроде бы, да, вот этих побеги. Но он скинул, видите, совсем листочки. У меня на канале есть видео. Я покупала кустик. У меня там было несколько прямо пророщенных вот этих кофейных зерен. И я их рассадила по разным горшочкам. Но я вот хочу сказать, что они, пересадку такую, да, они очень болезненно воспринимают. Некоторые у меня погибли. Некоторые погибли. И там их было 17 штук. Ну, вот которые остались, я несколько оставила себе. И некоторые раздала. А вообще они очень-очень прямо тяжело вообще пересадку переносят. Если точнее сказать, разделение куста. Ну, и вообще кофейное дерево, его пересаживать-то часто и не нужно. Оно тоже очень полезно. Это все переносит. Оно может скинуть листву. Это вот просто у меня на личном опуте у меня уже было тоже такое. Вот. И все-таки мне хочется вырастить. Мне очень нравится кофейное дерево. Но вот этот экземплярчик, конечно, вообще. Вот видите, он какой тяжелый, такой прям хороший. Ну, вот этот тоже хороший будет, но он будет уже повыше. И хочу показать свою губану. Какую стрижку я ей сделала, посмотрите. Я из нее хочу сформировать штамп дерева. Я все ветки убрала. Если вы помните, она у меня тоже была такая, знаете, разросшая. У нее прям веток здесь было много. Ну, получилась у меня вот такая стрижка. Я думаю, что будет в будущем хорошо. Я ее просто здесь буду формировать в такую вот густую, прям большую кровь. А вот эти вот, она, конечно, вот здесь вообще пускает очень сильные побеги. Я их просто обрываю. Я им не даю расти. Просто так будет красивее. У нее будет стволик утолщаться. И красивая макушка будет. Ну, и, конечно, красавица Руселия. Она, конечно, как вы видите, вся в цвету. Вся в цвету. Ну, вот утром стою, когда, да, выхожу, вот очень много цветочков валяется. Они отцветают и капают на землю. Красота. Очень эффектное и красивое растение. Очень нежно смотрится. Вот, посмотрите, ветка. И у нее такие прямо яркие такие цветочки. И вот хочу показать вам свои тюльпановые деревья. У них такие стволики. Я их, кстати, сегодня перевалила в другие горшочки. Они у меня были бы поменьше. Корневая система очень хорошо разрослась у них. И они прекрасно, в принципе, выглядят. Рост идет у них. Ну, цветения, конечно, нет. А здесь вот у меня, везде, попала лабелия. Ну, я не стала же ее вырывать просто. Она у меня вот здесь вот с тюльпановым деревом-то и растет. Цветет. Ну, и хочу показать вам пустик вот такой розы красивый. Конечно, ну, на улице роза, конечно, растет. И ей очень нравится. Ну, с клещом, конечно, приходится бороться. Моя гортензия. Я ее сажаю под зиму, осенью, череночек. И вот, посмотрите, она как бы цвела. Она же молодая совсем еще. Вот такие вот шапки цветов. Но гортензия, конечно, я очень люблю это растение. В домашних условиях гортензия, конечно, очень сложная. А вот на улице она, конечно же, растет, цветет. Супер просто. Ну, вот такие небольшие новости. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok